Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Оно огорчает людей. Третий вид сновидений – это общение человека с самим собой. Передал Ибрахим Канан в Котубу Сита, 17, дробь 513. А также есть сны, которые несут в себе информацию о том, что вы стали жертвой колдовства. Ведь колдовство является истиной, и верить в это необходимо. Всевышний сказал, смысловой перевод. Они обучались тому, что приносило им вред, и не приносило им пользы. Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в вечной жизни. Сура Аль-Баккера, аят 102. Перечислим несколько сновидений, увидев которые, человек будет знать, что он столкнулся с колдовством. Первое. Собака или свинья. Особенно если собака черная, то это явное указание на колдовство. Посланник Аллаха, мир ему и приветствие, сказал. Черная собака – это шайтан. Хадис передал муслим, номер 510. Второе. Образ яда во сне также говорит о колдовстве. И чтобы защититься от этого, пророк, мир ему и приветствие, сказал. Кто утром натощак, съест семь мединских фиников аджва, тот в этот день будет защищен от колдовства и яда. Его не возьмут ни колдовство, ни яд. Хадис передали Бухари, номер 5445. Муслим, номер 2047. Третье. Змея. Так как она может быть связана с джинном. Передаются слов Абу Саиба о том, что однажды он зашел домой к Абу Саиду Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, и застал его за молитвой. Он сказал. Я присел и начал ждать, пока он закончит молитву, как вдруг услышал какой-то шорох в ветвях сухой пальмы со стороны дома. Я обернулся, а там змея. Я вскочил, дабы убить ее, но он сделал мне знак рукой, чтобы я садился, и я сел. Закончив молитву, он показал мне на какой-то дом и спросил. «Видишь этот дом?» Я ответил «Да». Он сказал. «В нем жил один юноша из нашего числа, который недавно женился. Мы вышли с посланником, да благословит его Аллах и приветствует, из города, и готовились к битве урва». А этот юноша каждый день в полдень отпрашивался у посланника Аллаха, мир ему и приветствие, и ходил к своей жене. В один из таких дней, когда он снова отпросился у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал ему. «Возьми с собой оружие, ибо я опасаюсь твоей встречи с племенем Банукурайза». Юноша взял оружие и отправился домой. Он увидел, что его жена стоит в дверях, и, охваченной ревностью, он приготовился пронзить ее своим копьем. Но она сказала ему. «Попридержи свое копье. Войди в дом и посмотри, что заставило меня выйти». Он вошел и увидел огромную змею, которая лежала на постели. Он бросил в нее копье и пронзил ее. Затем он вышел, воткнул копье в стену дома, и тут змея обрушилась на него. И неизвестно, кто из них умер раньше, змея или юноша. Мы пришли к посланнику Аллаха, мир ему и приветствие, и, рассказав ему о случившемся, сказали, «Попроси Аллаха, чтобы он оживил его для нас». А он ответил, «Просите Аллаха, чтобы он простил вашего друга. Поистине, в Медине живут джины, которые приняли ислам, и если вы увидите кого-нибудь из них в облике змеи, то в течение трех дней просите его покинуть ваш дом, а если после этого змея покажется вновь, то убивайте ее, ибо это шайтан». Хадис передали Ахмад, Муслим, номер 2236, Абу Дауд, номер 5257. Четвертое. Образ наказаний во сне тоже может быть связан с колдовством. Всевышний сказал, смысловой перевод, «Он обратился к своему Господу, шайтан причинил мне вред и мучения». Сура, сад. Аят 41. Пятое. Образ ночи или темноты. Всевышний сказал, смысловой перевод. «От зла ночи, когда она наступает». Сура, аль-фаляк. Аят 3. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, прокомментировал. Ночь упомянута отдельно, потому что это время, когда действуют всевозможные злые создания, джинны, шайтаны, хищные животные, вредные насекомые и рептилии. Также черная магия совершается и набирает силу именно в это время. Шестое. Образ узелков также указывает на заклятие. Всевышний сказал, смысловой перевод. «От зла, дующих на узлы». Сура, аль-фаляк. Аят 4. Колдуны часто завязывали узлы на веревках, произнося магические заклинания и дуя на них. Этот аят указывает на историю, которую мы сейчас расскажем. В Муснаде имама Ахмада сообщается, что один иудей применил магию против пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и он заболел. Ангел Джибриль, мир ему, пришел к нему и сообщил, что этот человек околдовал его, сделав узлы из его волос и бросив их в колодец. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, тогда послал некоторых сподвижников достать волосы из колодца, которые указал Джибриль, мир ему. Посланник Аллаха, мир ему и приветствие, развязал узлы и после этого выздоровел. Джибриль, мир ему, сообщил ему имя этого человека, однако сострадательный и милосердный характер пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не позволял ему мстить за свои личные обиды. Поэтому он никак не показал, что знает этого преступника, и ни тени, ни довольства не проявлялось на его благородном лице, когда он встречал этого человека, который, будучи лицемером, часто посещал собрания пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Седьмое. Колдовством также является колодец, так как колдуны бросают предмет заклятия туда, где люди не видят. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «О Айша, знаешь ли ты, что Аллах ответил на мою просьбу? Два ангела в образе человека пришли ко мне, и один из них сел у моей головы, в то время как другой сел у моих ног. Тот, что сидел у моей головы, сказал другому, что случилось с этим человеком. Другой ответил, «Он околдован». Первый сказал, «Кто его околдовал?» Другой ответил, «Лабид и Бенасам». Это человек из племени Банузурайк, сторонник иудеев и лицемер. Первый спросил, «А с помощью чего он заколдовал его?» Другой ответил, «С помощью расчески и волоса с расчески». Первый спросил его, «Где все это?» Другой ответил, «В высушенной коре, финиковой пальмы, под камнем в колодце под названием Зарван. Айша да будет доволен ею, Аллах сказала. И он пошел к колодцу, чтобы вытащить это оттуда. А потом он сказал, «Это колодец, который я видел, вода в нем была такая, как будто в ней намочили хну, и его пальмовые деревья были словно головы демонов». И он убрал то, что было там. Тафсир Суры Аль-Фаляк. Видение ангелов Харута и Марута. В Коране сказано, смысловой перевод. Также иудеи последовали тому, что было неспослано двум ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту. Но они оба не обучали никого, не сказав, поистине мы искушение, не становись же неверующим. Сура Аль-Баккара. Аят 102. То есть эти два ангела до обучения колдовству всегда предупреждали людей, то, что мы вам рассказываем, это испытание от Аллаха. Не используйте все это, чтобы причинять другим вред, и не становитесь неверующими из-за этого. Кто обучился этому, чтобы отводить беду от людей, тот спасся. А кто изучал это для причинения вреда людям, тот погиб и заблудился. Сафат Ат-Тафсир. 1.80.81. Важное примечание. Если человек во сне неоднократно видит все вышеперечисленное, то это может быть указанием на колдовство, зависть, или же на то, что кто-то хочет навредить ему. А если же мусульманин увидел такой сон единожды, то значение этого образа может быть совсем другим. А Аллах знает лучше. Да оградит нас Всевышний от всего дурного и простит нам грехи. Амин. Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов. Иншаллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату.